Паводковая ситуация в Амурской области ухудшается. Зейская гидроэлектростанция вынуждена увеличить сброс воды. В зону бедствия уже прибыл глава МЧС Владимир Пучков. Обстановку он оценил как сложную. Эвакуировано более полутора тысяч человек. Город готовится к очередному удару стихии, которая разбушевалась две недели назад и уже затопила больше десяти поселков Амурской области. Больше двух тысяч людей уже размещены. Кто у родственников, кто на пунктах реймного размещения, где предусмотрены вопросы всей жизнеобеспечения, начиная от продовольствия, заканчивая медицинским обслуживанием. Спасатели объезжают тех, кто решил остаться, привозит им еду и, если необходимо, лекарства. В каждом селе выставлен пост спасателей на плавсредствах с техникой для помощи населению, которая нуждается либо в эвакуации, также доставляется хлеб в районы, где лимита дорога, вот село Мазаново. Под угрозой затопления еще десятки деревень. С утра до вечера здесь курсирует автомобиль, тревожным сигналом, призывая всех поторопиться. Кто успевает, вывозит из дома всю мебель. Когда вода уже крыльца, берут только ценные вещи и спасают домашних животных. Кто-то готовится переждать наводнение на крыше. Я помню, 58, 72, 84 год, наводнение. Ну и это как-нибудь переживем. И никогда никуда с дому не уезжали, не бросали. На крыше жили, гармошка в руки и отдыхаем. Впрочем, это наводнение рискует стать самым сильным в Амурской области за всю историю метеонаблюдений. Оно началось, когда из-за постоянных ливневых дождей вышла из берегов река Зея. Она впадает в Амур. Ущерб от наводнения уже сейчас измеряется сотнями миллионов рублей. Затоплены не только села, размыты километры дорог. Эвакуационные пункты продолжают работу и в случае необходимости готовы принять еще 16 тысяч человек. В ближайшие дни в Амурской области опять ожидаются дожди.